Здравствуйте! Я хочу поговорить на очень актуальную тему на сегодняшний день. Это тема подготовки к онлайн-уроку. Это, вроде как кажется, такая вещь не очень важная, но на самом деле от качества проработки ее зависит качество урока. Понятное дело, что преподаватель со своей стороны готовится, все это дело подготавливает, но вы как ученики тоже должны подготовиться, иначе урок будет сорван. Итак, самое первое и главное, что вы должны подготовить, это хорошее устойчивое интернет-соединение. Сам интернет у вас может быть приобретен дорогой, высокое качество интернета, но от того, насколько качественно пропускает сам провод этого интернета, качество Wi-Fi роутера, качество встроенного Wi-Fi модема в компьютере и в телефоне, все зависит, если у вас интернет хороший, тариф дорогой, допустим, там очень много мегабайт в секунду или мегабит, уж не знаю, как там точно, пропускает в секунду, но, допустим, сам модем в компьютере слабенький, то и качество сигнала будет, естественно, слабенькое, и интернет будет, ну, не очень хороший. Проследите за этим и постарайтесь подключаться только к Wi-Fi, по возможности прямо провод включать в компьютер, чтобы был на самый быстрый интернет, самая высокая его скорость, то лучше прямо провод в компьютер. Второй момент в отношении интернета, очень важно, чтобы домашние в этот момент как можно меньше загружали интернет, то есть желательно, чтобы никто вообще не сидел в интернете во время вашего занятия, пусть смотрят телевизор, читают книги, занимаются рисованием, еще чем-то, лишь бы не интернетом, потому что все это влияет на качество. Итак, идем дальше. Компьютер или смартфон или планшет, что лучше? Конечно же компьютер. Почему? Потому что, во-первых, это удобно. Я посылаю ученикам файлы, тексты, минусовки, что-то там прописываю, когда мы поем, и вам удобнее это смотреть с компьютера. Вы видите и меня, и вот эти файлы, которые я вам посылаю. Когда вы работаете с телефона, что тоже приемлемо, но это неудобно, потому что, например, если я вам посылаю ссылку на минусовку, вы ее включаете, все, вы меня не видите. Так, выбор программы. Zoom, Skype, WhatsApp, Viber, да, все это может быть, но имейте в виду, что лучше качество у Zoom. Поэтому, если есть возможность, занимайтесь в этой программе. Скачивайте ее на компьютер, регистрация бесплатная, все там бесплатно, или скачивайте на телефон и пользуйтесь, потому что, если говорить о Skype еще более-менее, но WhatsApp и Viber, это уже совсем плохое качество связи. Еще можно в Instagram через видеосвязь. Почему нет? Ну, опять-таки, если я вам буду файлы посылать, то, скорее всего, это будет неудобно. А файлы я всегда посылаю. Я считаю, что вы должны видеть ход урока, потому что я прописываю в документе, каким мы упражнения делаем, чтобы вы потом могли зайти в этот документ, повторить эти упражнения спокойно и попрактиковаться дома. Хорошо, едем дальше. Значит, теперь, если это первый урок, если вы еще не занимались со мной, желательно, чтобы вы подготовили какую-то песню, ну, придумали песню, с которой вы хотели бы поработать, потому что, как правило, остается иногда время, чтобы мы проработали какую-то песню. Его немного, обычно там 5-10 минут, но за это время тоже я могу что-то вам подсказать, особенно, если ваша первая и последняя консультация это будет со мной, это будет очень ценно. Итак, дальше. В помещении, где вы проводите свое занятие, да, где вы занимаетесь вокалом, желательно, чтобы никого вообще не было. Ни детей, ни животных, ни родственников, которые делают там какие-то дела свои тихо, никого не должно быть. Все это будет вас отвлекать. Или они будут отвлекаться на вас. Ни тем, ни другим это нехорошо, поэтому спокойненько всех выпроваживаем, занимаемся 40 минут. Все. Итак, дальше. Наушники. Желательно, чтобы вы были в наушниках. Почему? Потому что, когда вы включаете себе минусовку, вам так комфортнее. Вы можете один наушник снимать, чтобы лучше слышать свой голос, а второй наушник будет вам подавать вот эту минусовку саму. И вы будете слушать саму меня лучше таким образом. Потому что, когда вы, например, включаете минусовку, и вы начинаете петь, вы заглушаете. И, допустим, когда я там уже кричу и показываю стоп-сигналы и так далее и так подобное, вы не слышите. Вот. А в наушниках все это очень хорошо будет слышно. Это мои основные рекомендации. Если я что-то еще вспомню, я еще запишу дополнительное видео. Я вас очень прошу. Осознанно подойдите к выбору программы и интернета для занятий вокалом. Потому что, если программа плохая, она тупит, зависает, она плохое качество видео делает, вы можете что-то не увидеть, когда я вам показываю. И потом у вас просто неприятные впечатления об уроке останутся. А виновата в этом буду не я. Но впечатление останется обо мне. Поэтому будьте добры, подготавливайтесь, по возможности относитесь к этому серьезно. И, конечно же, получайте максимум пользы и удовольствия на самом уроке. Спрашивайте все, что вас интересует. Пользуйтесь моментом. Ну что, до встречи. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки. Если что, пишите. Отвечу на вопросы. Отвечу на вопросы. Продолжение следует...